Здравствуйте на ТНТ События дня. Меня зовут Алена Закатаева и я расскажу вам о самых важных и интересных новостях областной столицы. Сегодня в выпуске. Наедине с коллегами в 60 километрах от областной столицы туристический слет работающей молодежи прошел под Вологдой. Кадровое решение в городской администрации назначен новый заместитель мэра. Пятый год подряд в лагере Изумруд проходит смена для юных айти-гениев. Они штурмовали полосу препятствий над обрывом, бились за победу в частушечных баттлах, пели у костра и сдавали нормы ГТО. И все это единой командой плечом к плечу. Представителей 12 предприятий города объединил трехдневный слет работающей молодежи мост, который прошел в Сокольском районе. Его участником стала и команда Вологда Портал с камерой наперевес. О самых ярких моментах и о том, кто победил, расскажем прямо сейчас. А все здесь, в 60 километрах от Вологды в Сосновом Бару. Звук гитары и отлеск горящего костра. Мосты наводят более ста молодых активистов городских предприятий. Мэр Вологды Андрей Травников в числе первых гостей. Именно он открыл слет, объединивший самую активную молодежь города. В таком формате Андрей Травников встречается с работающей молодежью впервые. Вопрос-ответ о самом интересном. Например, попросили рассказать о работе мэра в пяти словах. Люди, коллеги, ответственность, будущее и бюджет. Андрею Травникову вручили фирменную футболку молодежного слета. А он, в свою очередь, пироги для первого торжественного ужина. После него общая спевка у костра. Мы знаем точно, что этот слет забрал лишь лучший и дал команду взлет. Взлетали и на общей ежедневной зарядке. И на самом сложном испытании слета в полосе препятствий. Ну что, лететь? Уже? Да. Просто? Да. Держись. Странки сбрасываем, сбрасываем, бежим дальше, бежим, бежим. Страх! Особенно воды. Не отдалеть. Когда идешь по этим кочкам, вроде твердо, шаг влево и все, пошел. Больше понравилась песня у костра. Это здорово, все поем, сплоченные, все все знаем, без айфона, все как надо, молодцы. По итогам испытаний бронза у команды вчерашняя молодежь, в составе которой представители сразу нескольких компаний Вологды. А распределить серебро и золото оказалось не так просто. Команды Вологда Портала и оптика механического завода набрали баллов поровну. По правилам слета преимущество у лидера в полосе препятствий. В этом конкурсе сильнее оказалась сборная в ОМЗ. Им досталась пальма первенства. Мы участвовали во всех мостах, можно так сказать, с 2013 года, но не занимали призовое место. Поэтому я считаю, действительно, это достижение всей нашей команды, что мы смогли победить. Совместная работа на этом не заканчивается в планах участия активистов в различных мероприятиях Совета работающей молодежи города. А следующим летом их вновь соединит... Екатерина Шабалова, Мария Кудрякова, Михаил Протасов. События дня. На должность заместителя мэра Вологды по социальным вопросам назначен Вадим Цепа. Он будет курировать сферы образования, социальной защиты населения, культуры, а также физкультуры и спорта. Сегодня нового руководителя представили начальником профильных управлений городской администрации. Основные задачи, которые поставлены перед новым заместителем мэра, это успешное завершение всех проектов этого года и подготовка к планированию бюджета на следующий период. Один из приоритетов – строительство новой школы на улице Северной. Добавим, Вадим Цепа закончил Ленинградский финансово-экономический институт имени Вознесенского. Работал в финансовых органах исполнительной власти Вологодской области. Затем в управлении Федерального казначейства Министерства финансов. Возглавлял департамент финансов Вологды. Затем занимал пост начальника городского департамента гуманитарной политики. В последнее время работал в крупном российском банке. Около сотни юных программистов ежегодно приезжают в IT-град, который разворачивается в загородном лагере «Изумруд» уже пятый год подряд. В этом году участниками специализированной летней смены стали 70 школьников. Ребята разрабатывают собственные проекты, а помогают им в этом настоящие профессионалы-специалисты крупнейших российских IT-компаний. Подробности – Марины Березиной. Например, после шести мы не едим вкусняшки, и всё. Контейнер захлопнулся, всё мы знаем, пилотерам их не едим. Ну, успокаивай. Умные контейнеры с автоматической блокировкой крышек, электромобили, кафе здорового питания. Простые примеры трендов из реальной жизни служат основой для идей. Генерировать их, чтобы затем воплощать в проекты, юных айтишников научили московские эксперты из Центра мониторинга научно-технического развития – научной площадки Общероссийского народного фронта. Она объединяет лучших специалистов IT-сферы со всей страны и сотрудничает с Фондом развития интернет-инициатив, который был создан по поручению президента страны в 2013 году. Фонд оказывает финансовую помощь перспективным проектам. Об этом тоже рассказываем, чтобы ребята понимали, что если они придумают какой-то проект, они могут приехать во фри и точно так же получить финансирование и работать. То есть это всё вообще не страшно, это всё в наших руках, и мир настолько поменялся, что сейчас очень много других технологий, где можно реализовывать себя. Хотя многие из ребят уже давно в теме. Они постоянные участники профильных смен IT-град в Изумруде. 15-летняя Анастасия – одна из завсегдатаев. Творческая и эпатажная. Здесь её зовут Мальвина. Ученица Вологодского многопрофильного лицея всерьёз увлекается фотографией. В этом году я занимаюсь фотосессией, проект по, так скажем, вымножению личности. Я смещаю несколько фотографий в одну, и получается, что человек побывал тут и там, и всё успел. Я могу сказать, что я хотя бы на базовом уровне владею фотошопом. Я могу исполнять какие-то базовые задачи, то есть цветокоррекция без проблем. Также Adobe Premiere Pro, то есть для монтажа видео. На региональной карте лагерь «Изумруд» – точка IT-кластера области. В этом году стартовала уже пятая по счёту профильная смена для начинающих IT-шников, организованная городскими властями и компанией «Бизнес-софт». В течение 10 дней здесь будут отдыхать и учиться более 70 детей-подростков. Для них укомплектован мобильный класс, а в роли педагогов – специалисты крупнейших российских IT-компаний. Лаборатории Касперского и Эссет из Санкт-Петербурга, 1С и Плэрикс из Вологды. Всё для того, чтобы вырастить новое поколение IT-специалистов. Это специалисты совершенно разного уровня, разных профилей могут быть. Девушки могут быть интернет-продвижением заниматься, ребята могут быть технарями, хакерами-патриотами, как сказал Владимир Владимирович Путин. Они нам нужны. Или специалистами по компьютерной безопасности. Как это обработать, как это сделать интересным. Как подчеркивают организаторы, эта смена не для одаренных детей, а профориентационный лагерь для всех подростков, увлеченных интернет-технологиями. Многие выпускники IT-града пошли в профильные вузы, избрав IT-сферу своей профессии. Марина Березина, Максим Тышковец. События дня. Далее короткая реклама. Смотрите сразу после нее. Крупное отключение воды планируется в Вологде на этой неделе. Вологжан ждет теплый август и бабье лето в сентябре. Техосмотры автомобилей будут записывать на видео. Это события дня на ТНТ. Продолжаем выпуск. Массовое отключение воды ожидает жителей центральной части Вологды. И с 22 часов 17 августа до 20 часов 20 августа будут проводиться работы по перекладке и врезке водопровода по улице Чехова. В связи с этим водоснабжение в эти дни будет отключено в 90 домах центральной части города. Также давление воды понизят во всех многоэтажках по улицам Яшина, Пирогова, Рабочей, Витошкина. На время отключения центрального водоснабжения к домам будет подвозиться питьевая вода в период с 10 до 13.00, а также с 17 до 20.00. Полный список домов, попадающих под отключение, а также график подвоза воды размещен на сайте Вологды РФ. Около десятка городских площадок превратились в минувшие выходные в спортивные арены. Полторы тысячи вологжан отметили день физкультурников в движении. Бегали, стреляли, ставили рекорды в различных спортивных дисциплинах. Старт спортивному празднику был дан на стадионе «Витязь». Там побывала и Елена Золотова. Вот так вот идут к спортивным победам сначала с мамой, а потом и маму будет перегонять. Маленький Ваня вместе с мамой, спортсменкой Еленой Черняевой, зажигают огонь спортивных соревнований. Старт Дню физкультурника дали на стадионе «Витязь», где проходит областной фестиваль ГТО. Участников и гостей приветствуют представители области и города и известные спортсмены. У каждого своя вершина олимпийская. Очень отрадно, что такое количество участников сегодня. Хорошая погода, хорошее настроение. Ставьте перед собой самые высокие цели, добивайтесь. И самое главное, в этом мероприятии проигравших не будет. Сегодня пройдет фестиваль ГТО. Это движение также в Вологе набирает обороты. На сегодняшний день уже более 4 тысяч в Вологжан зарегистрировались для сдачи тестов. Почти тысяча уже приступили к тестированию. И уже 300 человек, почти 300 человек получили значки ГТО. Я уверен, что сегодня это движение будет мощно поддержано. И желаю вам отличного дня, замечательного праздника и удачи, успехов на площадках стадиона «Витязь». В разных уголках стадиона претенденты на заветные знаки ГТО бегают, подтягиваются, отжимаются и метают ядро. Более 300 в Вологжан заявили о своем желании выполнить норматив. В их числе сотрудники областного правительства и администрации города, прокуратуры, следственного комитета и других ведомств. Только что выполнил норматив на поднимание туловища 33 раза за одну минуту. В общем, на золотой значок. Как ощущения? Бодро. Бодро. Ничего. Что еще будет делать? Сегодня еще бег на 2 километра. Вот там, наверное, придется поработать. Это легко вроде. Думала, будет хуже. Что вы себе сейчас давали? Еще только первый. Что это? Сто метровка. Сто метров. Сейчас прыжки. Эстафету Дня физкультурника подхватили участники общероссийского баскетбольного турнира «Оранжевый мяч». Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу проходят в разных городах России. В Вологде на площади Революции к баскетбольному флэшмобу присоединились около 200 спортсменов. К нам приехали ребята из Шексны, из Грязовца, из Сокола. Соревнование традиционное. Вологодская область участвует уже 12-й год. Соревнования знаменательны тем, что этим летом, этим летом вот этот вид спорта включили в олимпийскую программу. Так что ждем своих чемпионов, которые будут нас представлять, может быть, даже и на Олимпиаде. Спортивные события прошли и на других городских площадках. Вологжане играли в теннис и городки, упражнялись в стрельбе и ловле рыбы на спиннинг, устраивали гонки на картинге и играли в пляжный волейбол. А любители бега и видов вечерней Вологды совершили 5-километровый забег вокруг Вологодского Кремля. Всего участниками большого спортивного праздника, охватившего весь город, стали полторы тысячи человек. Елена Золотова, Максим Тышковец. События дня. А сейчас короткая строка о других новостях сегодняшнего дня. Лето задержится в Вологде. Из-за тяжных дождей в августе вологодские синоптики не прогнозируют. И погода в последние дни лета порадует вологжан теплом. Как и на всей европейской территории России, температура воздуха в целом будет на 1-2 градуса выше нормы. Кроме того, по прогнозам Гидрометцентра России, почти весь сентябрь простоит бабье лето. По крайней мере, теплым и лишь небольшими осадками будет первый месяц в центральной полосе страны. С покупкой карт техосмотра предложили бороться с помощью видео. Минэкономразвитие выступило с инициативой о внесении поправок в закон о техосмотре автомобилей, предлагающих обязательную видеофиксацию этой процедуры. Законопроект может быть принят уже осенью этого года. В ведомстве объясняют предложенную меру тем, что для скорейшего получения полиса ОСАГО граждане предпочитают купить диагностические карты техосмотра вместо того, чтобы провести проверку своей машины. В качестве борьбы с подобными нарушениями предложено фиксировать процесс проверки автомобиля с помощью фотографий и видео. При этом на снимках и записях должна быть точная временная метка. На этом у меня все. С вами была Алена Закатаева. Смотрите события дня на ТНТ. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!